попался натурал ну что ж если вы заглянули в этот видос ко мне на канал и проявили к нему интерес даже без слова xbox значит для вас тема крайне интересная а возможно даже немного больная поскольку последнее время я замечаю что в геймерских тусовках модно хотите ли винить женскую половину в алчности в меркантильности в распущенности и прочих таких вещах и при этом всеми возможными способами показывать что якобы в них нету потребности но в то же время понимать что без второй половинки все равно как-то не так игры играми но все-таки почувствовать тепло другого человек или быть в отношениях хочется и честно не особо видел людей которые грамотно бы вам пояснили насчет всего этого поэтому роль старшего брата или mc батька беру на себя я да с вами джем макс и сегодня я поделюсь своим видением на всю эту ситуацию расскажу свой опыт от лица геймера и наверное дам вам парочку советов о том как же найти свою тян очень надеюсь что в этот раз вы не постесняетесь прожать свой натуральный лайкусик также оформить натуральную подписочку и прожать натуральный колокол ну а если вы станете моим спонсором на бусте то вообще цены вам не будет спасибо существует легенды что у геймеров нету девушек или им как-то крайне тяжело завести отношения поскольку они все время играют и увлечение по типу видеоигр или аниме не особо ценится среди женской половины ибо там ничем на первый взгляд серьезным не пахнет и глядя на комментарии кажется что это действительно так и все эти истории о том какие девушки плохие разбивающие сердца только усугубляет мировоззрение либо неокрепшим умом либо тем кто действительно попал в не очень клевую историю любви от чего получил очень сильный эмоциональный удар от чего человек кидается в крайность безнадежности и ходит с этой болью очень долго а может и всю жизнь меня при этом абсолютно всю женскую половину ну поскольку я максимально открыт душой с вами и это не соброфильный видос сможете написать свои истории удачной или неудачной любви в комментариях возможно вам станет легче от того что вы с кем-то поделились или прочтете истории других несмотря на то что я играю и увлекаясь играми уже давно у меня есть файтян нет не надувная а настоящая на которой я даже женат как два года с лишним вспоминая себя в юные годы я прекрасно понимаю многих и насчет какой-то там боязни познакомиться заговорить особенно с той которая нравится когда ты без опыта это реально сделать сложно чего ты попросту теряешься начинаешь вести себя как полный болван и все в этом духе но это нормально у меня тоже такое было но не знаю как у вас ибо в интернете я очень часто вижу аля женщин это фу и так далее но он у нас среди пацанов гулять с девчонкой это всегда было круто уважаемо типа посмотрите у него есть девчонка значит он не лох и даже тогда когда нам было по 11 12 13 лет мы понимали что вторая половинка это клёво конечно не всегда поскольку многие реально обожглись об отношении путем предательства обмана неверности это действительно сложно пережить даже во взрослом возрасте но а если у вас такое случилось не это не говорит о том что все девушки такие плохие просто в этом нужно понять что вы ошиблись ошиблись выбором человека поскольку в моем понимании отношении это как игра некий большой квест в котором ты за счет диалогов и прочих активностей не пытайся кому-то понравится а ищешь того самого человека с которым тебе будет приятно находиться и это будет мега взаимно просто совпасть как пазлик да у тех у кого никогда не было отношений запомните это нужно просто найти своего человека и бывает такое что люди ошибаются выборе и даже спустя несколько лет и поэтому если вас бросили порвали отношения значит вы ошиблись и нужно найти того самого человека который так не сделает конечно при этом я понимаю любовь тягу конкретному человека с одной стороны но если человеку не кайфово с вами его нужно просто допустить несмотря на то как бы фигово вам не было но если вдруг у вас никогда не было второй половинки или был не особо удачный опыт и вы уже забыли что такое девушка женщина и как с ним вообще общаться дам вам пару реальных советов первое если вы хотите с кем познакомиться или хотя бы на вас чтобы обратили внимание следите за собой ухаживайте может быть это звучит как-то смешно но если вы не будете мыть башку чистить зубы и вовремя стираться и стричься или нормально одеваться не задавайтесь вопросом почему же на вас никто не смотрит и как бы тупо это не звучало но многие задроты реально про это забывают я тут даже не поднимая тему идите там в качалку качать пресс и так далее поскольку тело она может вам и поможет признакомиться но поверьте мне это не главное она вам больше поможет мне кажется признакомиться с парнями да конечно запускать себя в В этом случае тоже не надо, ибо это отразится на здоровье. Но пытаться быть похожим телом на профессионального бодибилдера, думая, что все девки слетятся именно над себя, такого накачанного. Еще раз говорю, вместо девок будут парни с вопросом, а как же так же накачаться. Короче, просто держите себя в тонусе. Ибо скажу вам секрет, при реальных отношениях на какие-то стандарты фигуры, пофигу. А-ля отговорки, я урод, я прыщалый, я жирный, какой-то не такой, забудьте про эти отмазки. И начните, во-первых, любить себя таким, каким вы есть. И при этом просто помогать себе выглядеть ухоженно. Это главное. Ибо я не думаю, что многим было бы приятно встречаться с девчонкой, которая такая же неухоженная. Ну, согласитесь. Второе, это будьте смелее, увереннее в себе. Если вдруг вы не заметили, то девушки любят смелых парней. Поэтому в подростковом возрасте многие тусуются либо со старшаками, либо с гопотой, которым вообще на все пофигу. Ибо смелости и уверенности в таких иногда больше, чем возможностей. Делайте комплименты, начинайте диалог, проявляйте инициативу. Это все поможет сделать первый шаг на пути к тому, чтобы найти того самого человека или среди тех, с кем вы выучитесь, или работаете, просто получить более приятные отношения. Чисто ради прикола просто задумайтесь. Если бы вы пришли там в новом костюме, футболке, кроссах, и вам кто-нибудь на улице или где-то какая-нибудь там тян оценила и сказала бы «Вау, ты клево выглядишь». Вы бы, конечно, сначала не поняли, но потом просто босались бы от счастья, что вам кто-то сказал что-то приятное. На женскую сторону работают абсолютно те же самые принципы. Глазки, ноготочки, платьишко. Они капец как любят ушами. Там, не знаю, прическа. Каждому человеку приятно получить комплименты в сторону, поэтому задумайтесь. Конечно, может быть такое, что при комплименте на вас посмотрит как на дурака, но поверьте мне, человеку это будет все равно приятно слышать. И да, не бойтесь неловких ситуаций. Они бывают со всеми и с каждым. И если вы где-то реально босрались, сделайте вид, что так и нужно. Ибо человек с обосранными штанами, которые это прикрывают, будет выглядеть куда смешнее, нежели тот, кто обосрался и идет как сигма. Я вот недавно, когда разгружал товар, порвал свои штаны по самые яйца. Думаете, меня это как-то смутило? Да вообще пофиг, я просто пододелал свою работу, а после их поменял. Вроде ситуация смешная, но заметьте, вы не смеетесь. И в этом весь прикол. Еще один такой маленький совет. Не привязывайтесь. Если вам повезло с кем-то познакомиться, и вы встречаетесь, или вам кто-то нравится, не делайте из этого человека смысл жизни, поскольку в случае расхода, предательства, вы очень сильно травмируетесь. Любите, уважайте, цените, но безумно не привязывайтесь, поскольку этот элемент сделает либо из вас заложника своих чувств, из-за которых вы будете без конца прощать всю самую там нелепую херню, либо думать об этом человеке тогда, когда ему уже на вас плевать. Да. Да, сердце сердцем, но головой думать все-таки стоит. Это очень сложно, особенно в юном возрасте, либо в первых отношениях, но потом осознание приходит, ибо в жизни бывает всякое. Еще очень важный момент. Не пытайтесь понравиться или держать человека за счет чего-то материального. Особенно за счет подарков, денег, и если вдруг ваша пассия, не дай бог, начнет кидать вам такие реплики, а-ля я хочу новый айфон, хочу то, хочу сё, требует от вас еще денег и при этом сама ничего не делает, и еще ставит вам ультиматум, если ты ничего не купишь, типа я от тебя уйду, в этом случае используйте очень сильный эмоциональный прием в виде фразы, которая поможет вам сделать отношения лучше. Можете даже записать, если не запомните. Звучит она так. Пошла нахуй! Да, я в этом пункте очень жесток, согласен, но могу объяснить почему. Данный ультиматум всегда ставит тех, кто в отношениях ради выгоды, но не ради вас. И поскольку вы находитесь не самым главным звеном в отношениях, зачем вам эти отношения вообще нужны? Если человек может уйти от вас из-за какого-то неполученного сраного подарка или порции денег, чуваки, задумайтесь. Когда-нибудь этот человек от вас точно уйдет или придаст в удобной ситуации, смысл его как-то кормить. И при этом вопросе часто слышал суждение мужской стороны, а-ля все такие меркантильные, им только деньги подавай. Ну, во-первых, мое мнение, что чаще всего это звучит от тех, кто ничего кроме денег дать не может. И они сами виноваты в том, что они не заметили, что прикормили змею МС пылесос денег. И, во-вторых, мужчины бывают абсолютно такими же. Да, их может быть не так много, но они есть. И, мне кажется, желающих прыгнуть под Порш для получения богатства Милфы, мысли были у многих. Не так ли? Ну, а совет один. Если вы хотите нормальные отношения, не выбирайте таких людей и при первой возможности заканчивайте отношения. Материальный вопрос, на самом деле, глубже, чем вы думаете. И это не значит, что девушкам там не надо ничего дарить. Нет, это должно исходить чисто из вашего желания и в меру. Поскольку, опять же, в отношениях главное не деньги. Не что-то материальное, а связь между людьми, которым просто хорошо проводить друг с другом время и готовым в любую минуту там поддержать, помочь, выслушать. Это должно быть превыше всех подарков и каких-то материальных вещей. Это база. И пока двое в отношениях это не поймут, это гиблое дело. И самое главное при этом всем уметь правильно выбирать. Тут я даже выделил бы два подпункта. Это первое. Не ставьте себе цели найти девушку с обложки, с мега идеальной фигурой, с невероятно симметричным лицом. Ибо многие, несмотря на то, что сами далеки от совершенства, выдумывают в голове себе какой-то образ кино с игр и в итоге хотят именно такое. Но кино и прочая фигня это искусственный образ, который достигается большим трудом и целой командой. И не все актеры в реальной жизни выглядят вживую, как на экране. Ну, например, я. Ну, короче, вы поняли. Но это, конечно, ваш выбор. Просто так найти будет крайне кого-то сложно. И иногда такие персонажи не замечают девчонок, которым они и так уже нравятся. Второе. Не гонитесь только за внешностью. Или каким-то одним параметром. Узнайте человека со всех сторон и поймите, подходит он вам или нет. Ибо если вы любите играть, а она ненавидит игры, то как вы уживетесь дальше? Это, кстати, тема одна из важнейших и поэтому люди чаще всего расходятся. К примеру, если ты красив, но считаешь Скорншедером, то даже я бы тебя бросил. Да, прости. Ну, короче, я думаю, вы поняли, что характер, взгляды это одна из важнейших вещей, которая даст вам понять, это ваш человек или нет. Ибо может быть такое, что она ненавидит Спанчбоба и Иксбокс. Ну, зачем вам такая нужна? Ну, реальная. И во всем этом самый главный совет всегда. Оставайтесь самим собой. Не пытайтесь играть в человека, которым вы не являетесь, не подыгрываете. Поскольку если изначально сделаете образ другого человека, особенно по характеру, то вы либо потеряете себя, либо в какой-то момент перестанете нравиться своей половинке. Ибо ей нравится лишь ваш образ. И если вы намотали себе на короткие усы базовые такие моменты, то самый главный вопрос, а где ее искать? На улице, в интернете, через знакомых, в каких-нибудь чатах знакомств. И я это говорю на полном серьезе по одной простой причине. У меня есть знакомые девчонки, нормальные девчонки, у которых нету второй половинки. И они мечтают ее найти, и они как раз таки там и обитают. Ходят от них гулять, ходят по кафешкам, сидят в чатах знакомств и так далее. И тоже надеются, что им напишет какой-нибудь хороший, клевый парень. Они тоже играют, они тоже смотрят аниме. Они абсолютно такие же, как и мы, только без члена. Но проблема в том, что подобные особи тоже работают. Тоже сидят дома, стесняются. И пока вы не найдете в себе силы, время и смелости сделать первый шаг, вы дальше будете видеть всех и вся, что у вас никого нет. Ну реально, знаете, у кого точно никогда не будет девушки? У того, кто не знакомится и кто не хочет знакомиться. Ну, логично же, не? Но опять же, будьте очень осторожны. Ибо есть очень большая масса тарелочниц, пылесосов, денег или инкубаторов для элементов. Но тут, как и везде, не без говна. Поэтому, прежде чем что-то сделать, взвесьте, подумайте. И несмотря на то, как бы вас там не упрашивали, на какую-нибудь там кафешку, подарок, поступок, воспользуйтесь самой главной мудростью, которая никогда вас не подведет. Выслушайте женщину, но сделайте все по-своему. И будет вам счастье. Я, даже будучи в очень долгих отношениях, если не следую этому правилу, я очень жалею. Кого ты там жалеешь? А че, нет что ли? Ну-ка, иди сюда. На самом деле, несмотря на все эти советы, взгляды, мировоззрения, магия между людьми должна произойти сама собой. Внезапно, вы даже не поймете, как это произойдет. Либо случайное знакомство, либо какая-то неловкая ситуация. Но самое главное, не терять свой шанс. Если кто-то понравился, используйте возможность поговорить, познакомиться. Ибо если вы будете стесняться и бояться, что вы ему уже не нравитесь, вы лишь оттягиваете этот факт. Лучше сразу понять, что вы не подходите друг к другу и снова испытать судьбу. Короче, можете мне не верить, но я вам опять выдал базу. Поэтому, как поступать вам, это, конечно, ваше дело, решение. Но самое главное, просто делайте то, что всегда по кайфу. С вами был Джамбо Макс, спасибо за просмотр. Я очень надеюсь, что вы извлекете какие-то уроки, может быть, какие-то прикольные мысли. Используйте свою возможность, шанс. И буду очень благодарен, если прожмете лайкусик, подпишитесь на канал. И оставите свое мнение в комментариях на этот счет. Спасибо за просмотр, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok